Вдохновение и как его найти? Из цикла личность, ментальность и сила влияния. Вдохновение – вещь полезная и нужная не только творческим людям. Ни для кого не секрет, что оно имеет свойство исчезать. Но как его найти и вообще? Что такое вдохновение? Попробуем разобраться. Что такое вдохновение? Простыми словами, вдохновение – своеобразный эмоциональный импульс, который вызывает сильное чувство возбуждения, энтузиазма и подъем духовных сил. Оно побуждает к действию, пробуждает креативность и помогает нам добиваться успеха во многих сферах жизни. У каждого свои источники вдохновения – это могут быть искусство, литература, музыка, для каждого – разная, природа, общение и какие-то достижения, как свои, так и чьи-то еще. У каждого источники вдохновения – у каждого источники вдохновения свои. Итак, что же нужно делать, чтобы найти вдохновение? Способы найти вдохновение – хорошо спите. Сон помогает восстанавливать силы, снимает стресс и помогает сохранять психическое равновесие. Смотрите фильмы, просмотр кино – один из самых популярных способов поймать вдохновение. Просто выберите подходящий жанр, и вперед. Гуляйте, прогулка помогает отвлечься, сосредоточится на своих мыслях и снимает стресс. Читайте книги и интересные публикации. Чтение тоже оказывает огромное влияние на вдохновение. Из книг и журналов можно почерпнуть множество интересных идей. К тому же чтение расширяет словарный запас и помогает узнавать об опыте других людей, как реальных, так и литературных героев, что тоже стимулирует воображение. Рисуйте абстракции. Это помогает отключиться от тревожности и погружает в своеобразную медитацию. Побудьте в одиночестве. Это позволяет лучше погрузиться в собственные мысли и сосредоточиться. Особенно хорошо, если это сочетается с пребыванием на природе. Представьте себя кем-то другим. Метод, предложенный Джулией Камерон. Его суть в том, что для освобождения творческой энергии представить себя другим человеком, не обязательно реальным, но лучше – творческим. Прием помогает преодолеть внутренние барьеры. Определите цели, смените вид деятельности, и займитесь чем-то, что отвлечет вас от рутины. Приобщитесь к прекрасному. Сходите в музей, в театр или на концерт, или пообщайтесь с единомышленниками. Обновите интерьер, обновите свою внешность. Ведите дневник достижений и другими способами напоминайте себе о своих достижениях – это придаст энергии. Путешествуйте – это подарит массу новых впечатлений. Не зацикливайтесь, и помните, что вдохновение может прийти в любой момент. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания ЖАЖ КЛАБ и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта.